Может быть, я пока просто скажу небольшое, и как раз в 30-минутное, наверное, начнем с вами добраться. Уважаемые коллеги, в общем, сегодня у нас такое радостное событие. На нашем семинаре «Проблемы современной антологии» выступает Анатолий Владимирович Апутин. «Москва», я думаю, что он в подробное представление не нуждается. Я, в общем, о своих мысльховских концепциях расскажу сам. Вот я просто техническую информацию доложу вам, чтобы вы имели в виду, как мы сегодня работаем. И после этого мы будем показывать по расписанию и начинать заседание. Пару слов в основном семинаре. Мы встречаемся уже долгое время с целью обсудить проблему предмета, статус, негативно-экологические вопросы и какие-то связывательные проблемы. Первые философии – это дисциплины, какие-то науки. И приглашаем их в развитие. И сами тоже выступаем с докладами, который самодельный семинар рассчитан на обсуждение на дискуссию вокруг докладов, вокруг кейсов, по возможности более уполненного. Но вот у нас сегодня, может быть, немножко такие неудачные обстоятельства сложились. Но у нас наша руководительская администрация ограничена немножко во времени. Поэтому наша работа сегодня на две части вынужденно распадается. Первую часть мы проведем здесь. Это будет, собственно, доклад. Будут какие-то несколько уточняющих вопросов. Потом мы делаем паузу, переходим напротив здания ИТМО. Там нам предоставляют аудиторию, и мы проведем там круглую историю, разберем тоже по мотивам сообщений Андрея Валерьяновича и по связям с этим вопросом. Поэтому вот у нас регламент там такой, где-то 30-40, в пределах 30-40 сообщений, несколько вопросов, но с очень большой просьбой мы не затягиваемся с вопросами. Я думаю, что после паузы уже будет возможность более комфортно обстоятельно обсудить, спросить и высказать свои леплики и пожелания какого-то нашему уважаемому докладчику. Ну и, наверное, с вашего позволения тогда первое слово, Андрея Валерьевичу. Спасибо. Значит, прежде всего большое спасибо вашему обществу, не только онтологическому, но и вообще по питерскому философскому обществу, за то, что вы пригласили меня участвовать в ваших заседаниях, обсуждениях этого трудного вопроса. Ну, я, может быть, некоторые помнят, что года два, по-моему, назад я тут делал такой доклад по философию и поэзию, и уже соотносился с некоторыми исследованиями и подходами, главное, к делу, Алексея Григорьевича Чернякова. Тогда философия и поэзия – это был полис, ну, условно говоря, противоположный тому полису, где я познакомился с трудами Алексея Григорьевича. И вот сегодня я хотел бы немножко поговорить на эту тему. Вот здесь то есть философия и логика. И даже, может быть, сильнее философия как логика. Ну, мы все с вами знаем, что вот полностью, тотально философию как логику понял Гегель. Философские мысли, мысли философские устроены логически. Там, где отсутствует внутренняя конструкция мысли как логики, не вообще правильность или неправильность, а внутренняя конструкция мысли как некой логики, там отсутствует философия. Вот для того, чтобы было какое-то представление о том, что вот эта странная гегелевская мысль, из-за которой его прозвали пан-логистом, эта странная мысль присутствовала в философии довольно рано, Я хочу напомнить вам, что у Платона в государстве, там, где мысль взбирается по ступеням от чувственных вещей через науки, на верхний этаж, где существует диалектика, там Платон говорит такую знаменитую фразу, что здесь мысли движутся от идей через идей к идеям, без чувственных образов и без, главное, еще предположений, гипотез, то есть ничего не постулируется. Как же она там движется? Вот как она движется в пространстве ноэсиса, как говорит Платон, или из самого ума, просто можно сказать, как она там движется, это и есть философская логика. Логика и, стало быть, по определениям Платона, а не только у Пегеля, есть преимущественно и, может быть, в самом своем средоточии, там, где она первая философия, есть логика. Далее я хочу напомнить еще о том, что в качестве логики философия определяла также и Камп. Основная часть критики чистого разума, там главный объем занимает, так называемая, трансцендентальная логика, аналитика. В отличие от аналитической логики, есть трансцендентальная логика и ее предел, ее граница, для Канта это очень интересная граница, выводящая неизбежно куда-то, но не расширяющая поле, за которое она выводит, называется архитектоника разума. Как вы видите, тоже мысль разума мыслит только некими разумными лицами, потому что все соотношение с тем, на что мысль направлена, между деятельностью разума и этим существует вот эта самая трансцендентальная логика. Это, разумеется, уже мысль о чем-то вне мысли, но она определяется как логика. Наконец, я просто расширяю немножко такой материальный базис своего тезиса, гегелевского тезиса, что философия по существу своему есть логика. Я хочу обратить внимание на философа, который для вас, если я правильно понимаю, оказывается одним из главных бухгалтеров, который, как известно, вообще был математик по образованию и логик, и все свои проблемы он нашел там, где пытался найти основание логики, сама по себе задача парадоксальная, а основание того, что само служит основанием. Так вот, вы знаете, что он начал с труда, которая называется, логические исследования. Но вот, например, говоря уже во втором томе логических исследований о феноменологии, то есть дисциплине, которую он задумал, он пишет, феноменология раскрывает истоки, из которых проистекают эти два слова в кавычках. То есть это еще проблемы. Основные понятия и идеальные законы чистой логики. Они должны быть сведены к этим истокам, чтобы получить требуемые для критического теоретико-познавательного понимания чистой логики. Вот, подчеркиваю, что задача, которую ставит Гуссель, некоторым образом парадоксальная. Чистая логика – это и есть формы всякого рода, всякого обоснования, какое только не есть. Так вот, это обоснование, обосновывающее основание, само нуждается по Гусселю в обосновании. Понятное дело, что здесь будет проблема очевидности и так далее. Так вот, я обращаю внимание, просто пока чисто эмпирически обращаю внимание на то, что имеется серьезное основание подумать в этом направлении о философии, о первой философии, о философии как таковой, как о логике. Разумеется, мы немедленно вспомним, что первую философию Аристотель определяет как на логу о первых началах и причинах, но главное, то есть не главное, это также точно важно, но поясняет очень существенно, где Аристотель ищет эти первоначала и причины, в чем. Это, как правило, как-то выпускается в виду, но Бог не выпускается, что эта мысль о сущем как сущем, о сущем поскольку оно сущее. Так вот, это то, что позволяет определить первую философию как антология, учение или мысль о бытии. Значит, вот первый вопрос. Если она, есть чистая логика, и вот так, например, Гегель, да и вот он, как мы видели, ее определяют, то что же такое здесь бытие, которое, в общем-то, не есть мышление? Или по меньшей мере, даже там, где антологическая проблема ставится вот так, по-гегельски, например, как внутрилогическая, и там все равно эта инородность мышления ю-бытия каким-то образом не просто должна учитываться, это бессмысленное выражение, должна присутствовать. То есть это то, что философия есть антология, она же есть логика, а это есть основная идея Гегеля, что логика – это и есть антология. Вот это основная наша задача, которую мы хотели бы, насколько я могу, прояснить. Значит, у нас наше пространство, где мы будем двигаться, я могу двигаться, рассуждать, оно находится вот между двумя сторонами, которые проблематизируют это пространство. С одной стороны, понятие логики в обычном смысле слова, то есть в этом способе с нами спорить логики профессионала, что это все философия, а логика – это вот то, чем мы занимаемся. Математическая логика – это то, что Аристотин назывался логистикой. Попускаем всякие уточнения. С одной стороны, логика – это вот салагистика, а с другой стороны, антология – это учение о бытии, и что даже не очень понятно, что тут делает что-то такое. Мысль, да, мышление, есть философия, есть сосредоточение на разных проблемах и понятиях, начало, скажем, рождение разных регионов сущего и так далее. Но для логики тут как-то места не находится. Вот именно здесь я и буду пытаться что-то сказать. Значит, я для простоты, для того, чтобы вам было легче следить за тем, что я буду говорить, буду ориентироваться на труд, который для нас, для всех и на протяжении многих столетий был в этом отношении основным. То есть логическая сторона мышления вообще, и философское мышление в частности, была рассмотрена со всех сторон и чрезвычайно тщательно. Разумеется, я имею в виду аристотельский органом. Понятное дело, что, как и метафизика, это название органом позднее, и Аристотелю ни в коем случае не принадлежит. А мы знаем, что вот это упорядочение трудов Аристотеля принадлежит Андронику Радосскому, который ведь 200 лет спустя после Аристотеля все это упорядочил, причем не буду сдаваться в истории, текстов, истории, страшная судьба текстов Аристотеля. Он назвал эти сочинения, несколько сочинений, органика Библия, то есть книжки, имеющие инструментальный или орудийный характер. Стало быть, это прикладная вещь, вот то, о чем нам рассказывает Аристотель в органоне, это теперь буду так называть, это прикладная вещь, это орудие, с помощью которого мы, нашей мыслью, что-то там перерабатывали. То есть, вот сама по себе эта ситуация, вот название логики, сколько в кавычках говорят, потому что там гораздо шире, сочинение Аристотеля как орудийных, то логика это орудие, некоторым образом противоречит тоже для нас достаточно традиционному пониманию логики как нормативной науки. Это наука о нормах мысли, а не в инструментах мысли, это тут будет у нас теория познания, методология, может быть, Аристотель просто еще не был в курсе дела, что есть такая вещь как теория познания, хотя он ее начало и заложил. Значит, я хочу сразу же обратить ваше внимание на то, что как только мы начнем разбирать понятия о логике в разных сочинениях и в разной эпохи, то мы начнем наталкиваться на некоторые трудности, вот вроде той, на которую я вам обратил внимание ваше, которые не просто трудности и странности исторических обстоятельств, которых эти сочинения там назывались и как они понимались, а это входит внутрь самой этой работы под названием логика. Я теперь имею право называть это работой, если нам даны руки инструменты. С инструментами работают. Вот теперь я еще на одну сторону дела обращу внимание. Вот вам простое определение Гегеля. Наука логики – это знание о мышлении в его истине. Значит, обратим внимание, это знание о мышлении. Мысль и так что-то знает, и так мыслит, а тут она еще и знает о самой себе, то есть мыслит о самой себе. Гегеля, я бы назвал это привычным именем, рефлектирует, рефлексия мысли о самой себе, но у Гегеля это понятие рефлексия закреплена только за одной сферой развития мышления, там, где он разбирает категории сущности. Поэтому тут нет для меня сейчас необходимости что-то уточнять, я могу говорить о рефлексии. Мысль лучше говорить гораздо более ближе к Гегелю, а именно мысль мыслит так, что она мыслит, а мыслит. Только тогда она мыслит. Понимаете, это не дополнительная работа, что я намыслил, а потом наведу порядок. Я наведу там порядок теоретический, я все изложу так, чтобы у меня последовательность, связь и последовательность моих высказываний не вносили от себя нарушение в то, что я хочу сказать, от себя. Вот этим самым я подчеркиваю место так называемой формальной логики, которая есть истинность, ну вот я ее назову так, синтаксическая истинность или грамматическая истинность. Эта истинность такая в том же самом смысле, в каком мы должны грамматически правильно говорить и синтактически верно строить фразы, чтобы эти ошибки не вносили нарушение в то, что мы говорим. Теперь, если это довести до некоторого предела, то мы увидим, что синтаксическая истинность, о которой только речь идет в формальной логике, еще недостаточно для того, чтобы мыслить о мысли в его истине, потому что мысль хочет получить сама некоторую истину, ну то, что называется содержательную истину. Вот об этой самой содержательности дальше пойдет речь. Я дальше не буду говорить о проблемах, связанных такие, и никуда, конечно, они не денутся, связанных с формальной логикой. С логикой, в смысле формальной логики. А буду говорить вот об этой истинности мышления по сути дела, по содержанию. Я сразу же хочу напомнить о том, что я уже сказал. Если в качестве основной темы мысли, первой философской мысли, в смысле первой философии, если ее основной темой является сущее как таковое, что значит быть вообще, то есть онтологическая проблема, то это означает, что истинность в содержательном смысле слова упирается вот в эту последнюю точку. Что, собственно, значит быть? А можно после этого рассмотреть, а как можно быть еще по-разному? Вот этим и занимались греки, Платон и Аристотель. А как это бытие может быть, как оно развертывается в разных способах быть? Вы знаете, что у Аристотеля, например, это два ближайших, две теоретических дисциплины, как он говорил, физика и математика, и, может быть, потом я скажу, почему именно они две и не только они две. Но важно нет, я сейчас об этом говорю только в связи с тем, чтобы подчеркнуть, чтобы объяснить, а что, собственно, такое содержательность, обратите внимание, сущее как таковое. Это проблема онтологическая, да? Но там что такое содержание? Мы привыкли, что да, конечно, мысль познает, она хочет познать истину. Поэтому каждый раз мы добираемся до того, что мы считаем истинным не только потому, что это логически верно выражено или изложено, а и потому, что это вот так оно есть. Так оно есть, а мы можем сюда ставить, мы проверяем это на опыте, мы сталкиваемся с некоторой очевидностью и так далее, и так далее. Мы это установили, иначе быть не может, как сказал бы тот же Аристотель, и так далее, и так далее, это вот, дескать, содержание. Но если мы теперь присмотримся к тому, что в этом самом, что составляет исток, как говорит Лусак, истинности в любом содержании, то мы уткнемся вот в это всеобщее утверждение, сущее как таковое, всеобщее, то есть формальное. Формальное – это значит никакое из сущих определенным образом, а именно само сущее, то, что характерно для любого сущего. Это и значит утверждение всеобщности универсального, то есть формальное. Значит, философия, как антология, показывает нам, что в корне, в пределе истинности, уже знающий, понимающий и так далее, лежит также нечто формального свойства. Антология – вещь формальная. И вот тут было бы чрезвычайно интересно побеседовать с Алексеем Георгиевичем Черняковым и вместе с ним, с Оленом Бадью и так далее, которые вообще собирались антологии излагать как теорию множества, с чем я, например, не согласен, но это и особый предмет разговора. Итак, помимо синтаксической истинности, о которой говорит формальная логика, имеется еще другая истинность, которая традиционно же выражается знаменитой формулой адекватности или сходства, подобия, ну, тут очень много разных выражений. Чего? Подобие того, что я мыслю, того, что я говорю, с тем, о чем я мыслю, о чем я высказываю свои понятые или помысленные утверждения. Вот между ними должно быть найдено сходство или несходство. Вот это и есть самое традиционное определение истинности мысли и самое, конечно, противоречивое. Ну, можно просто остаться в пределах почти софизма, что если я выясняю истинность моего утверждения, сравнивая его с чем-то таким вне него лежащим, то, значит, я это вне него лежащее уже и так имею, чтобы сравнивать. А зачем мне это нужно? Я и так уже его знаю. А если я впервые, благодаря мысли и фразе, которую я эту мысль вложил, впервые узнаю, что, собственно, такое там есть, то с чем я буду сравнивать, когда я впервые что-то понял? Значит, это просто, это на уровне софизма, то есть, ну, почти игра, но тем не менее указывающее на что-то вопрос. Значит, речь идет только об этом. Вот, когда мы размышляем о философии как логике, об онтологии как своей формальной же логике, но не синтаксического свойства, а вот, я не могу найти слово другого вертикального, а не горизонтального, отнесение мысли к тому, что мыслью не является. Сама по себе эта задача, отнесение мысли, которое постигает не себя, а то, что она хочет постичь, к тому, что она постигла, как не мысли, это задача, та самая задача, которая стоит. Вот, отнесение ее к тому, что не является мыслью, а она, будучи мыслью, делает его мыслью, понимаем. Вот это вот конфликт, истина, понимание, одновременно внутри себя содержит понятость и отнесенность к тому, о чем она. Вот это и есть средоточие вопроса. Я хотел, вот на том, что я уже вам цитировал немножко, например, вот Гегеля и Кант, положим, показать, как это вот, вот этот вот, только что описанный мною конфликт, внутреннее парадоксальное противоречие, как оно, как это противоречие определяет собой форму логики Гегелевской и Кантовской. У Гегеля, я уже говорил, мысль определена как мышление о мышлении, мыслящем о мыслях, или рефлексия мысли в ее отношении к истине. Так вот, вы знаете, что эта логика, Гегелевская логика, называется диалектической логикой, она, это понятие диалектическое, связано с подловным, безусловно, тут заимствовано и связано, хотя не совпадает. Но, что значит диалектическая, почему она диалектическая логика? Может ли быть логика онтологической мысли вот этого конфликта какой-то другой? Вот Гегель на этот вопрос отвечает. Если мысль философская, мысли-то мысли в ее деле по пониманию истины, то она неизбежно становится диалектической, потому что вот это отношение к тому, что мыслью не является, проявляется внутри самой мысли, потому что нам нет куда больше взять это, внутри самой мысли, как ее внутренняя самокритичность. Вот в диалектике больше нет ничего, и этих законов надо... Понимаете, у меня пафос из-за того, что я со студентами работаю. А студенты, хотя живут в 2013 году, но у них на полках стоят справочники еще старых времен, они мне начинают время от времени излагать эти там три законы. В диалектике Гегелевской нет ничего, кроме этой внутренней самокритики мыслей. Больше ничего. То, что это отрицание, отрицание, ближайшее к делу определение. Значит, логика определяется Гегелем как предельная критика мысли. Вот вам органон, инструмент автокритики, отнесение мысли к самой себе, но критическое. То, что я помыслил, мыслится и критикуется. Вот как сказывается то, что мысли относятся к чему-то и не... и понимают, и не понимают. Вот то, что она не понимает, не какой-то мертвый предмет, глухой и безмолвный предмет ее опровергает. Безмолвные предметы не опровергают, только это мы, апеллируя к чему-то такому, опровергаем сами себя. Вот это вот и есть диалектика у Гегелева. Теперь, если мы возьмем Кантесскую, трансцендентальную логику, основная задача, понятное дело, что не нужно даже проходить школу новоевропейского мышления, апеллировать Галилею, а еще раньше апеллировать к математикам, чтобы увидеть, что если мысль мыслит что-то такое в мире, то она сама находится до этого мира. Ну, равным образом, как справедливо заметил Шерин, и мир находится до нее, он априорный. Но это на будущее. Значит, мысль обращается к миру, уже имея в виду, что она может понять в этом мире. Она априорна. Она имеет априорную структуру. К сожалению, не буду направлась, что тем более. Так вот, вопрос, основной вопрос Канта, это каким образом эта самая мысль, которая имеет внутри себя логику определенную, потому она и мысль, это в голову не приходило, что мысль может быть внутри себя нелогичной. Она логична, и поэтому мысль. То, что мы называем мыслью, когда мы мыслим в итоге, это так. Мысль есть мысль, когда она логична. Так этой логике нужно еще отнести к тому, что этой мыслью не является. Две абсолютно чистые и простые идеи. А именно, мысль, которая не является бытием, но является пониманием, понимательным органом. Еще раз вспомним название книги Аристотеля. Органом. Но понимательный орган только тогда становится понимательным, когда он что-то понимает. Значит, это что-то, каким-то образом, должно быть положено самой же мыслью. И она не поймет, что ей положено, как не она. Значит, вот у Бегеля это диалектическая саморефлексия, самокритика. А у Канта, это очень интересная работа, выстраивание мысли в направлении бытию так, чтобы сама мысль приобретала по ходу выстраивания ее туда, к бытию, приобретала черты. Ей же самой посторонности. Вот первое, что на этом пути делается, это схематизация понятий. Ну, не буду дальше идти, потому что это особая вещь. Короче говоря, это мысль, которая строится логично там, когда она себя направляет в отношении к тому, что мыслью не является. Это первое и второе. Она себя строит. Вот тут очень серьезное различие канторской логики, трансцентральной логики, скажем, аристотельской. Мысль у Канта сама себя строит. Это синтез. Этот синтез априорный, вот это и есть логика априорных синтетических суждений. Так философия понимается, как логика у Канта. Ну все, не буду говорить примерно, что нам открывает во всей этой лаборатории гусарь. Каждый из них открывает особую сторону, но задача, работа одна. Это каким образом? Мысль, мысль истина. Со всей парадоксальностью этого дела. Значит, мы можем сказать, что логика есть философская дисциплина, есть философия, и философия есть логика, отталкиваясь и опираясь вот на греческое слово «логос». Это нам еще не раз, мы это увидим. Но только с такой добавкой, это не просто, разумеется, логос вообще речь и разговор любой, но он же, в отличие от других слов, обозначающих речь в языке, логос это одна речь, которая построена таким образом, чтобы дать отчет, дать о чем-то отчет. Не просить, не требовать, не приказывать, не плакать в жилетку и так далее, а дать отчет о чем-то. Когда, пример простой, когда управляющий посылает барину отчет о урожае и о расходах, по-гречески, вот вам чистое применение слова «логос». Это грек здесь сказал бы, что управляющий подправляет барину «логос». Но философская логика происходит не только от так понятого логоса, а от логоса, который дает отчет о самом себе. Вот не о хозяйстве, не о мире, теперь легко перенести, да? Что, конечно, понимание мира логично, потому что так же точно, мы должны дать отчет, где мы живем, сколько там разных сил, вещей, да вот мы наводим порядок в этом деле, это и есть познание. Нет, говорит нам это слово «логос». «логос» дает отчет не только о том, что мы наблюдаем, где мы живем, а о самом себе, об этом самом отчете. Отчетлив ли этот отчет? Что вообще значит, что мир и вещи могут быть чем-то таким, о чем можно дать отчет? Значит, если говорить на греческий лад, то логика – это «логос», это давание «логоса» о «логосе». Я говорю это таким корявым языком, чтобы показать, что эта же проблема, вот начиная с Сократа, приводит уже Платона к пониманию философии как логики в своей роли. Так, и еще одна… Сейчас я ее приведу. Еще одна фраза Аристотеля, которая поясняет очень хорошо то «все, что я сказал». Это в первой книжке «Тераконалитик» сразу же вторая глава, которая для всей моей темы чрезвычайно значима. Что касается незнающих и знающих, то первые полагают или думают, что так обстоит дело, а знающие и знают, что так обстоит дело. Вот в чем тут разница? Я могу сказать о чем-то совершенно точно, истинно и правильно. И это не будет знанием. А знанием это будет только тогда, когда я скажу, это соответствует форме знания. Форме знания. И тогда я могу сказать, это не просто «мне докажется, что я знаю», я уверен в этом, я убежден, а так оно и есть. Или, как говорит еще иначе, это не может. Потому что это знание знание помещено в какую-то форму. Форма принадлежит мысли, но туда помещено нечто, что приобретает, само приобретает форму знания. Не просто я, как субъект, знаю это как объект. А само существование этого объекта вот в этой самой форме оказывается раскрытым в своей истине. Это он так существует, а не я так о нем думаю. Так вот, я, значит, постараюсь я постараюсь двигаться таким образом. Хотя бы просто, ну, поскольку все много, конечно, ничего не успею, то намечу, как я строю, имею в виду построить мой доклад. Дело в том, что я курс целый со студентами. Сконцентрировать этот все небольшой доклад довольно трудно. Значит, вот вам органом, аристотелевский органом. Там есть несколько сочинений, мы сейчас там их правильно прочитываем. Они, каждый из них, каждый из этих сочинений, логистика, понятное дело, я уже два слова сказал, и дальше больше о ней говорить ничего не будет. Есть силогистика, есть то, что я называю апофантика. Это то, чему посвящено сочинение Омпери Херминея, ну, вот, которое переводит об из толкования, на самом деле это о высказывании. Ну, высказывание. Суждение. Теория суждения. Значит, прямое отношение к проблеме истины. Апофантика. Вторая, аналитики заняты проблемой доказательства, и я называю эту часть логики, относящейся к философии, аподиптика, понятное дело. То есть, не просто логика доказательства, а каким образом форма мысли приобретает характер доказательности. вот то, о чем я только что сказал. Форма мысли становится такой, что в ней то, о чем мысли мысли, оказывается доказанной, тут можно сыграть на слове, допоказанной. До, собственно, попростая, допоказанной. Это не просто доказательства, которые соблюдают законы вот этой самой информальной логики в формулировке своей. Нет. Это форма, которая придается всей сфере существования того, о чем я думаю, так, что это то, о чем я думаю, в этой сфере существования раскрывается в своем собственном логосе. Значит, доказательства это форма существования вещи, а не просто моего вещи моей речи о речи. Так вот, ападептика для философии значима благодаря тому, что есть там проблемы, точнее, она подводит, выводит к проблеме так называемых началов. Первый начал, вот о котором говорит Аристотель, но он рассматривает вообще любое понятие начала, и только от них, от понятия начала содержательных, конкретных, переходит к проблеме начала-начала, то есть каким образом получается, формулируется, определяется не то, что формирует сферу существования предмета, а само существование предмета. Он говорит на первых строках вторых аналитик, что логика на философии или просто то, что разъясняет что такое сущее должно показать и что это сущее есть. Значит, это аподектика. Затем апофантика, аподектика, затем есть категории. вот они связаны теснейшим образом, это тоже очень важное обстоятельство, они связаны теснейшим образом с апофантикой, то есть не с теорией суждения, а с устройством суждения. устройство суждения, вот что важно, а не просто концепция предикации и исчисления высказывания. Устройство суждения, как судящее о чем-то. Вот формальная логика занимается суждением, формой суждения, как не судящим о чем-то. А логика познания, мышления, понимания работает с суждением, как судящим о чем-то. Так вот, обратим внимание на то, что эти суждения а есть б, это вот связка есть в них, суждения, которые судят о чем-то, имеют разное содержание, связка есть. Для логики формальной эта связка пуста, она рассматривает только, ну, вот как в математике равенства, то есть так, чтобы переходя высказывание к высказыванию, это был переход аналитический, то есть ничего не прибавлялся туда, ничего не прибавлялся, ну, то есть тавтология, чтобы соблюдалась тавтология, как равенство математических уравнений. Так вот, а здесь в суждении, которое рассматривается с точки зрения того, как оно судит о чем-то, мы находим содержание этих связок. Вот эти содержания связок определяют то, что можно было назвать логическим пространством. А именно, это пространство, измерение этого пространства образует категории. То есть, я могу высказать суждение о том, какого качества, какого количества, где находится, в каком отношении находится А, А, все это пространство суждения как о чем-то. Значит, видите, эти самые системы категории разделяются на два класса резко. Все системы, все категории суждения продицирующие и одна категория вот этого самого что, к которому все остальные относятся. Что-то обладает качеством, что-то имеется в количестве, что-то находится там-то, что-то находится тогда-то и так далее, и так далее. Но главное вот это что-то, это то, что он в категориях вызывает сущностью, первой сущностью. То, о чем вся речь идет, о чем идет речь, обратите внимание. Вот речь, это такая вещь, которая не просто устроена, изложена, она есть речь о чем-то. Конечно, в быту опять-таки мы все знаем, о чем идет речь. Даже когда мы говорим о каких-нибудь понятиях абстрактных, как говорится, юридиальных, то мы, поскольку мы с вами живем в одной примерно тех же условиях, то я скажу справедливость и все примерно представят, что я имею в виду, хотя при первой разговоре уже обнаружат, что ничего подобного, все имеют в виду Тем не менее, я хочу сказать, что пока мы знакомы друг с другом, то что мы имеем в виду, мы легко можем пальцем указать или откуда-то извлечь из памяти, но в принципе вот это самое то, о чем идет речь, парадокс состоит в том, что оно само должно быть откуда-то извлечено без указания пальцев. Оно должно быть то, о чем идет речь, но его неоткуда взять. Как вот идея платоновской идеи. Красота как таковая сама по себе речей о ней много, поэтому ее нигде в этих речей как таковой в речах мы не найдем. Где она существует? Если ее нету, то о чем речь? Они ни о чем. А если она есть, то она не сводится ни к одной речи. Вот это парадокс сущности. Теперь парадокс сущности еще усугублен тем, что мы ведем речь каждый раз о чем-то одном, а высказываем каждый раз что-то общее. Вот то, что аристотик для него стало серьезной опорой, что в качестве подлежащего должна быть единичность, а высказываем мы всякие виды определения, то есть сказуемые. Внутреннее противоречие между мыслью как сказуемым и мыслью же как подлежащим. Значит, я обратил внимание сейчас на эту самую категорию сущностей, а ведь пространство логическое с этими качествами, количествами и так далее, оно что? Само собой разумеется, разве мы видим в вещах качество, а не навязываем им, что у них есть качество? Или более широкие скажем, мы говорим возможности, мы говорим необходимости, случайности, мы говорим сущности, явления, все эти категории не только 10 аристотелевских, 12 кантовских и не счислите, сколько у Гегеля, например, все весь этот мир категорий это тоже не вещественные характеристики, мы их не находим в вещах, мы их вписываем, мы обязываем вещи иметь качество, но это еще полбеды, а беда серьезная состоит в том, что в зависимости от того, как определиться первая сущность с ее внутренней парадоксальностью, в зависимости от этого изменятся смыслы во всех этих категориях и то, что было необходимо иначе быть не может для рестольверского понятия сущности, для скажем спинозовского понятия сущности, совсем не работает спинозовское понятие субстанции у него есть сущности а для аристотеля это дождейственные вещи усе сущность существо фюзис это то короче говоря все категории смыслы категории изменятся и теперь мы понимаем почему для Гегеля логика философская логика в сущности это логика категории это не логика суждений предикации и так далее а логика связок вот этих самых когда я говорю есть то это категория вот сущие как таковое о котором говорил аристотель для Гегеля это категория сущая за этой категорией стоит другая категория становления но она получена из первых и так далее я не буду сейчас углубляться во все это дело словом есть логическое пространство категории и было бы время я вам процитировал замечательную фразу из Гегеля которая говорит что вообще говоря все исторические эпохи исторические культуры мы можем теперь сказать отличаются друг от друга только структуры категорий в которых для них раскрыт мир не языки раскрывают мир они конечно его раскрывают но работа мысли вот там где мысли входит в свою собственную работу понимание то есть борясь с тем что ей навязывает язык а вовсе не следуя за ним за его подсказками борясь логика это способ борьбы с языком я хочу мыслить ясно а не так как мне подсовывает мой собственный язык так вот эта самая логика не языковая а категориальная это и есть то каким образом я раскрыл мир то есть я знаю я могу о нем говорить я могу мыслить в категориях вот это существует обладает какими-то качественными количествами вот сущность вот явления вот случайность вот необходимость не замечая что эти категории имеют разный смысл и когда вот это очень серьезная проблема перевода когда мы усил аристотелевскую переводим сущностью мы переводим из одного философского мира в другой не говоря об этом читателя причем часто бывает так что один просто исключает другой а тем не менее мы это переводим я это называю амонимии перевода слово вроде переводит вот как говорит аристот логос тесус понятие существа дело другое совершенно так вот продолжим значит вот вам этот трактат и категории который занимает очень богое место в арганоне а тем не менее обратите внимание что именно структура категории по подсказке бигеля и определяет то что называется философской логики уже даже в историческом плане не просто вот само по себе структура категории какая категория будет например вы прочтете во многих логических сочинениях историкологических что аристотельевская формальная логика силонистика она ограничена она определена содержанием скрыта для самого аристотеля она есть логика присущности сказать а есть б по аристотелю значит сказать б присуще а ну через посредства через многие может быть звенья но в конце концов присуще а а вот современная логика она есть логика отношений там эти сущности есть результаты взаимодействия взаимоотношений между 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 просто результаты отношений вот как это не парадоксально то есть опять-таки и сами формальные логики строго будет строиться иначе вы знаете книгу например кассир субстанции и функции да или как у нас просто не действительно знание действительно вот он должен эту эту внимательно различать конечно в своей геносилогической плоскости различать аристотеровскую логику некоторым образом сущности присущности и современную новоевропейскую логику функции зависимости или ряда или отношения значит вот это то что касается категории мы не должны забывать что в логику философии в логику входит вот это понятие категорий определяющие собственно логическое пространство наконец следующее произведение следующее сочинение входящее в этот органом это тупик вот тут мы ближе всего подходим к философской логике почему ну в аристотическом смысле почему ну во-первых я должен заметить что по-видимому судя по всему именно топика была первой это как бы микроорганом топика была первым сочинением из которого аналитически выросли другие сочинения может быть это преувеличение но во всяком случае вот топика как говорят родилась еще там тогда когда аристотель активно участвовал в жизни академии и попытка попытка топика это собственно попытка систематизировать и разобраться в топосах сократических бесед есть замечательная статья нашего логика историка философии николадзе о идеологической логике называется она о топике аристотеля вот который рассказывает именно то что я сейчас вам даю сообщить так время мое еще пламя да вот ничего не сказал если мы можем продолжить после переливания с вопросов а с закладом ну хорошо значит последнее последнее слово значит вот я воспользуюсь термином схоластическим вот это суждение по категориям называется у них предикаменты вот эти вот предикаты определенные разными категориями предикаменты а предикаты предикáriей это уже не предикация ну или можно сказать определение называется предикат предикат значит логика предикабилей первично проблема определения как определить вещь да глав Half основная проблема аристотеля не только здесь но и в метафизике как определяется вещь дело в том что по определению не можем получиться в результате доказательства А оно лежит как раз в начале доказания. Определение предмета обуславливает все, что я могу об этом предмете рассказать. Значит, тут очень важно, чтобы понять, что это не эмпирическая вещь, а логическая вещь. Определение, а не просто указание пальцем. Определение, я должен, если я говорю антропос, зон, логон, эхо, то есть человек, это животное, обладающее логосом, вот этим самым отчеркиваемым языком, очень раздельным языком, то, видите ли, я определил человека ни больше ни меньше. Не указал на него пальцем, не посмотрел, а, ну это вот кто. Никакого такого, вот такого утверждения невозможно сказать, просто разглядывая людей. Ну да, они там болтают, что-то, вормочут, как называется разговором, что это определяющая вещь. И найдется огромное количество людей, профессионалов и специалистов, которые скажут, да бог с вами, человек – это животное, производящее орудие, например. Или еще одно, Homo fiddens, Homo, там, и так далее, и так далее, и так далее. А Аристотель говорит, вот все это, все эти ваши дальнейшие вещи возможны только потому, что в изначальном своем определении, или даже самоопределении, человек есть зон, он зон, животное, что немаловажно. Но такое животное, жизнь которого определяна тем, что он имеет логос. Это предикат, как будто бы к виду животное и ее специфическое отличие, логос. Вот Аристотель специально тратит довольно большое время на то, чтобы сказать, это по форме предикат, вот по этой самой формально-логической форме предикат, я говорю, животное, обладающее логосом. Вот и видовое отличие, или вид, там, и специфическая черта. А определение – это такой предикат, который определяет существо определяемого. Это смысл определения. Так вот, спрашивай, парадокс – это вот основной парадокс аподиптики. Парадокс состоит в том, что если у меня есть определение, положим, человека, как обладающего членораздельной речью, то все, что я могу сказать о человеке, может стать доказательным. Почему? Потому что последним утверждением скажу, а это по определению. Это так, 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 если я сумею разного рода высказывания о человеке связать так, что это по определению человека, как животного, владеющего речью, членораздельной. Все, я доказал. Но это определение никаким образом я доказать не могу. Потому что либо я бы замкнулся в круг доказательства, либо уходил бы в бесконечность. И это последнее. Последнее и первое. И я пока только коснулся одного из существующих, а именно человека. А ведь такой же точной парадоксальностью обладает определение любого предмета. Если оно сущностное определение, если это не случайное определение, если это не просто номинальное определение, то есть что значит это слово. А определение предмета в его существе. Он не может быть доказано, и оно лежит в начале доказательства. Теперь вот это и есть основной вопрос в первой книге вторых аналитик Аристофии. Это вопрос о вот этих самых первоначалах, то есть определениях. И вот очень значимая вещь. Тут все цитаты у меня имеются, поверите. Мог бы их вам приводить, но не буду. Последний замечательный раздел всех аналитик, последняя глава, девятнадцатая глава второй книги вторых аналитик, конец. Где сказано просто, можно было бы вот эту фразу взять или толковать, и все мои темы было бы исчерпаны. Речь идет вот о чем. Все тут важно, каждое слово. Душа, говорит Аристофийский здесь, истинствует. Глагол есть в греческом языке. А не тео, истинствует. В русском нету. Истинствует, то есть пребывает в состоянии истинствования много разным способом. Но один из них это вот эпистемы и мус. Эпистемы это вот доказательства. Имеющиеся, состоявшиеся доказательства. Но в начало доказательства находится то, что имеет дело с этими началами, вот так как я их описал. И это существо, которое имеет дело с началами, называется нус по-гречески или ум. По-русски это просто соблазнительно двумя буквами и три буквы передать. Хотя по-немецки это фернуфт, разум. И мы сразу же видим, что тут есть какая-то традиция развлечения рассудка и разума в немецкой философии. А тут эпистемы и нус. Эпистемы это доказанное знание. Вот знание, еще раз напомню, где сам предмет раскрыт, допоказан в своем существе. Кроме того, это вот это самое начало, которое, понятное дело, должно быть истиннее, чем все, что на нем держится посредством доказательств, но что само доказано быть не может. И это, вот эту вот парадоксальную задачу решает нус-ум, то есть вершина мышления. Там, где мышление, вот это самое, мыслящее что-то мышление становится логичным. Оно впервые здесь становится логичным. Почему? Потому что здесь и находится основание всех возможных логических связей. В этом первоначале. И я вам повторяю еще раз, я говорил вам о разных предметах. Вот человек, мы могли бы довольно долго задуматься о том, что такое зон, животное и так далее. А у философии ведь один предмет вообще-то, наверное, это сущие как таковое. Не разные сущие, а то, что делает любое сущее сущим. И это есть уже первичное фундаментальное определение, которым и занят собственно сам ум. И это вот, вот тут мы впервые подходим, впервые подходим, я просто хотел его показать, к тому месту, к тому тупусу, в котором расположена философия как логика. Вот она вся сосредоточена в уме. Разумеется, когда мы читаем Аристотеля и у многих других, что вот доказательства доказывают только потому, что есть такое начало, это начало не доказывается. Это очень соблазнительно сказать, ну конечно, начало, первоначало, разве они доказываются? Они иначе, они иначе постигаются. Они, знаете, постигаются там индулиции или всякие. И любой ученый будет прав, когда он скажет, если вся наша великая наука, все наши доказательства, а я повторяю, это не просто наведение лоска на рассуждение, это способ раскрытия существа дела в его собственном виде. Все это ваши доказательства обладают ровной этой силой. Ну, некоторые индулиции. Вы будете растолковывать, что ваше сновидение. Значит, если ум, который имеет дело с первоначалом, этим антологическим первоначалом, то есть сущим как таковым, если он не будет понят, не раскроется как логика, ничего логического у нас нет. Ни к чему мы не можем определить при этом. Логическое еще определяется как мысль о мысли, то есть мысль, которая отвечает за себя. Есть вот такой этический поворот логического. Это форма ответственности. Мысли за себя, речи за себя, соответственные действия, которые, разумеется, будут оправдываться, обосновываться речами. Значит, это фигура логическая, это фигура ответственности. И если у нас это, мы докажем, что ничего такого, что заставило нас отвечать за наши слова, за наши мысли, нету. Ну вот тут вот, еще там без Бога можно устроиться как-то. Ну, мораль там, еще что-то. А вот если этого нету, то нет у нас никаких оснований. Для чего? Для просто того, чтобы быть ответственным за что-то отвечать. Иначе говоря, мы люди невменяемые. Ибо человек невменяемый – это тот, который признан неспособным отвечать за себя. Значит, если вот доводя это до белого коленя, можно сказать, что если мы не поймем ум, то есть саму субстанцию и стихию философской мысли, как логику, то мы безответственны по принципу. То есть, разумеется, в практике мы все ответственны, все хорошо себя ведем и так далее. Но никаких оснований к этому нету. Вот, значит, я надеюсь, что, может быть, какие-то повороты, потому что у меня такое впечатление, действительно, что я вообще ничего не сказал. Но, может быть, какие-то повороты, действительно, в ответы на вопросы, я смогу... Ну, да, к сожалению, с временем уже... Да-да-да, я набрал меня. Так что, извините, что... Я, конечно, предлагаю поблагодарить... Уважаемые коллеги, у нас, к сожалению, действительно такая дефицитная ситуация со временем, я поэтому сейчас завершаю нашу... Спасибо. Продолжение следует...